Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емель и сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие просто кутабики с мясом. У нас были чебуреки, у нас были кутабики с зеленью, а с мясом не было. И, кстати, рецепт будет в инфобоксе. Мама уже, наверное, на протяжении недели хочет приготовить их. Я что-то все никак, никак не сниму. Какой вкусный сок! Ммм, супер! Просто супер! У нас здесь 5 штук, они достаточно жирные. Не знаю, смогу ли я до конца все это съесть, но будем стараться. Под прошлым видео, под вчерашним. Была куча комментариев касательно Фати. Да, тема, про которую я не говорила. Кто подписан в инстаграме, тот в курсе. Да, мы с Фатей помирились. Долго мы не общались, где-то, наверное, 3 месяца. Вот. Там некоторые писали, Айка удаляет комментарии касательно Фати. На самом деле нет, у меня стоял фильтр. И когда вы пишете комментарии, в котором присутствовало имя Фати, он автоматически удалялся. Как это вкусно! Из-за чего мы поругались? Что произошло? Почему я не стала ничего разъяснять? Просто потому, что это бы выглядело как хайп. То есть мы решили типа хайпануть, чтобы все про нас поговорили. И поэтому вот сидим и рассказываем про то, что произошло. Когда мне действительно очень сложно, какие-то моменты в жизни, вот такие. Действительно, когда мы поссорились с Фатей, для меня это было очень тяжело. Я не подавала виду. Но на самом деле она для меня очень близкий человек. И мне реально обидно, что такая дружба в миг может просто закончиться. Изначально, когда мы поссорились и поняли, что мы не можем нормально общаться, я предложила Фате, что давай мы не будем врагами, просто будем общаться на нейтролитезе. Ну а что, Фате тоже в то время была на эмоциях. В общем, так получилось, что мы перестали общаться. Отписались друг от друга. Влокнули. Друг друга. И знаете, если я вам расскажу из-за чего, вы просто все будете ржать, как дети малые, реально. Сказать, что кто-то у кого-то что-то отобрал, отбил. В комментариях я читаю, это правда, что вы поругались из-за какого-то певца. В смысле, из-за певца, я не понимаю. То есть нет, ребята, это чушь полнейшая. Мы поругались вообще из-за какой-то фигни, которую я даже не хочу озвучивать. Это не деньги, ничего такого. Никто никого не оскорблял, не обижал. Просто у нас есть немножко недопонимание. Мы некоторые вещи видим по-разному. А вот некоторые вещи, мне кажется, раздражают друг друга в друг друге. Короче, как-то так. Это нормально. И фишка того, что с Шелли, например, я не ругалась ни разу, а с Фати, ну, часто у нас были такие моменты. И это все-таки связано с тем, что мы с Фати очень много общаемся. Очень много. В тот период, когда мы общались, это не просто, знаете, взяли совместное видео, сняли и все. Мы целый день переписываемся. У меня даже парень, то есть ругается со мной на этой почве. Он говорит, когда закончатся вот эти переговоры с Фати? Когда? Мы, например, видимся с Фати, снимаем видео, потом она идет домой, мы опять базарим. С кем больше общаешься, с тем чаще и ругаешься. То есть это всегда так. Но мне кажется, после такой длительной ссоры мы уже пересмотрим взгляды на жизнь некоторые. Будем относиться к друг другу более с пониманием. Не будем эмоционально говорить какие-то вещи. И, в общем, будем дружны. Как сестренки. Как семья. У Фати есть такая фраза. Мне она так нравится. Она говорит, что даже если, говорит, например, ты ненормальная или я ненормальная, мы же семья, говорит, семью же не бросают, семью же не выбирают. И мне так ржачно становится сразу. Но это не значит, что Айсель не будет на моем канале. Будет. Закончится карантин, можно даже снять видео. Букпанг втроем, например. Как вы хотите, пишите в комментариях. Я видела видео в Фати, где она говорит, что видео с Айкой больше не будет никогда. И вот группа есть. Айка Емилия Аскфатимова, он так называется. И там выставляли видео наши старые. И там комментарии были, что, блин, жалко, не будет видео. Я смотрела наши старые видео, мне прям так плакать хотелось. Прям до слез. Особенно, знаете, какое видео. По-моему, это был Black Star Burger. И там такое начало, знаете, прикольно. Ракодочка, да, ракодочка. Вот. И я смотрела это видео, у меня прям вот слезы за глаз, честно. Поэтому я считаю, что если даже вы поссорились со своим близким человеком, пусть будет это парень или кто угодно, умеете мириться, умеете делать шаг вперед, потому что на самом деле хорошего было намного больше, чем плохого. Поэтому ни одного плохого комментария на моем канале в адрес Фати не было. Хотя много кто писал. Очень такие, знаете, неприятные вещи. Если вы думаете, что это сделано для пиара, честно, это вообще глупость. Потому что Фатя, когда выпустила видео, что видео с Айкой не будет, от нее очень много людей отписалось. То есть это делалось не для пиара. Это делалось не для того, чтобы привлечь людей и так далее. Это просто чисто... Ну, всех бывает. Вот элементарно вот возьмем вас с подругой, к примеру, да. Вы тоже ссоритесь, ругаетесь, миритесь. Но проблема у нас, что когда мы ссоримся, это видит много людей. Если мы отписываемся друг от друга, все сразу замечают, начинают задавать вопросы. Как-то так. Я не считаю, что кто-то один виноват. Не кто-то один. Обе. Я тоже, знаете, эмоционально могу что-то сказануть. Вот. Потом думаю, нафига сказала вообще это. Это вообще не в тему сюда. Вот. Но я очень надеюсь, что больше у нас не будет таких моментов. Все будет круто, все будет хорошо. В такие-то сложные времена. Осталось всего, кстати, два кутабика. Я вот рассказываю, рассказываю, мои мысли где-то там. И совсем не замечаю, сколько штук я съела. Обожаю кутабики. Как же это вкусно, ребят. С мясом обалденно просто. Я и зеленью очень люблю. Вообще, кутабе это нечто. Кстати, кому интересно про коронавирус. У нас в Азербайджане все не так уж уж и плохо. За вчерашний день выздоровели 150, заболели 70. Нет, даже не 70. А все это благодаря политике, благодаря тому, что был введен карантин очень рано. Просто дай бог, дай бог, чтобы все вот так вот и шло. Уже два дня все у нас хорошо. И вся фишка заключается в том, что когда у нас было, не знаю, человек 60 заболевших, уже был карантин. 60 заболевших всего. Я смотрю на другие страны, у них еще нет карантина. Там по новостям смотрю, естественно. Никуда не выхожу, вот так вот не смотрю. Очень надеюсь, что после 20 числа мы уже будем жить. Нормально. Смотрела там, как президент Беларуси говорил, что вируса нету. Зачем? Зачем сидеть дома? Давайте работать, пока нефть тяжелая и так далее. Да, это, конечно, страшно. Что сейчас там? Что сейчас там? Я не хочу говорить за другие страны. И мне очень нравится политика именно нашего президента. Я реально солидарна с ним, честно. Вот абсолютно искренне вам это говорю. Не потому, что я боюсь, что мне кто-то что-то сделает. Нет. Я просто полностью солидарна. Вот я считаю, я вообще считаю, что ошибка заключается в том, что когда только начался этот вирус в Китае, нужно было закрыть границу всем абсолютно с Китаем. Почему-то в комментариях, в соцсетях все писали об этом, да, закройте все границу с Китаем. Но никто не послушал. А сейчас предпринимаются все меры и результат он есть. Будем надеяться, что у нас не будет таких плачевных последствий, как в Штатах. Потому, что это все страшно. Я вообще не смотрю новости. По крайней мере, стараюсь не смотреть, потому, что это расстраивает. Мне сразу, знаете, паника. Я никуда не выхожу. Нужно что-то решать с витамином Д. Потому, что я никуда не выхожу. На балконе, когда немножко я вижу солнышко, все сразу я из своей берлоги выбираюсь и вот так вот загораю немножечко. С одной стороны, я думаю, что экология, она почистится. Потому, что заводы не работают, машины не едут. Эти все выхлопные газы. То есть, может так и суждено было. В общем, на этом все. Я покушала до конца. Надо было брать больше. Было очень вкусно. Всем желаю удачного дня. Никогда не ругайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok